Санкции США в нефтяной сфере против Ирана и Венесуэлы парадоксальным образом негативно отразились на самом гегемоне. Американская экономика увеличила зависимость от поставок российского черного золота, а саудовская нефть предпочла прозрачный рынок США непрозрачному китайскому. В минувшем 2020 году Россия поднялась на вторую строчку среди крупнейших экспортеров нефти и мазута в США, отеснив на третью Саудовскую Аравию. В цифрах это выглядит так. Ежесуточно американцы покупали у нас в среднем по 538 тысяч баррелей против 514 уэр-рияда. Вне конкуренции только соседняя Канада с ее 3,2 миллиона баррелей в сутки. Это означает, что Вашингтон берет у Москвы сырья на домайданном уровне. Как же так получилось? Оказывается, эти проблемы США создали себе сами, вернее, сделал это президент Дональд Трамп. С одной стороны, благодаря сланцевой революции, Гегемон быстро превратился в крупного производителя и экспортера легкой нефти. С другой стороны, многие американские НПЗ по-прежнему сильно зависят от импорта нефти тяжелой. Экономика нефтеперерабатывающих заводов в США устроена так, что им выгоднее перерабатывать не свою легкую, которой хоть залейся, а именно тяжелую нефть. И тут президент-республиканец выстрелил в ногу своим собственным промышленникам, ведя санкции в отношении Венесуэлы, откуда традиционно шла тяжелая вязкая нефть. Так американские НПЗ остались бы без привычного сырья, но на помощь им пришла Москва. Компании Valero и Exxon являются крупнейшими импортерами российской сырой нефти и мазута. Интересно, что повышенным спросом пользуется именно мазут, продукт низкого уровня переработки. Покупатели смешивают его с легкими сортами своей нефти и получают оптимальное сырье для дальнейшей перегонки. В России мазута много из-за того, что собственная нефтепереработка не до конца модернизирована, поэтому мы можем поставлять его в товарных количествах. Как говорится, нет худа без добра. Что до саудитов, то Эр-Риад в последние несколько лет сделал ставку на захват перспективного китайского рынка. Этому способствовало сочетание нескольких факторов. Во-первых, рост добычи сланцевой нефти в США, что привело к снижению импорта легких сортов. Во-вторых, свое дело сделали американские санкции против Тегерана, выбившие с рынка черное золото из Ирана. Это вынудило активно развивающиеся азиатские страны, прежде всего Китай, искать альтернативных поставщиков. И Саудовская Аравия направила свои экспортные потоки на более премиальный рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, емкость которого выше, чем у США. Эр-Риад активно конкурирует с Москвой, давая покупателям значительные скидки. Это позволило ему стать поставщиком нефти номер один в Китае. О планах прочно закрепиться также на индийском рынке свидетельствует желание саудитов приобрести 20% местного сырьевого конгломерата Reliance Industries. Между тем, российские компании осваивают бизнес по доставке санкционной венесуэльской нефти. Из-за режима ограничений государственная компания PDVSA была вынуждена начать вести дела с мелкими игроками, имеющими довольно сомнительное происхождение. Помните венесуэльский супертанкер Айкачоу, который получил российскую прописку и был переименован в Максим Горький? Вопреки предложениям, что танкер будет использоваться только как плавучий накопитель сырья, он начал совершать рейсы. В прошлом ноябре это судно было замечено за перегрузкой 2 миллионов баррелей нефти на другое судно возле Сингапура. Это обычная практика обхождения американских санкций. Также за доставкой венесуэльской нефти был замечен танкер Павиноспирид, принадлежащий ООО Павинотанкер, зарегистрированному во Владивостоке. Нефтеналивной танкер Сиера в 2020-м дважды совершал рейсы к порту Хосе в Венесуэле. Это танкер класса Афромакс, который в 2019 году превратился из Панамского в Российский. Им сперва владела ООО Новогрейн, зарегистрированная в Ростове-на-Дону, а теперь ООО Рустанкер из Новороссийска, которая, в свою очередь, принадлежит офшорной компании Маканди Мейнынг, что на Маршаловых островах. Эта же контора владеет нефтетанкером Настрас, который регулярно крутится возле побережья Венесуэлы. По данным агентства Reuters, с экспортом черного золота Каракасу помогает компания OGX Trading, из Москвы, созданная в 2020 году. Владельцем ее числится компания Marlebone Trading из Уая. В общем, российские структуры явно активно подключились к схемам по поставкам венесуэльской нефти. Однако напрямую за руку их пока никто не ловил. Как пояснили представители компании Тенка Трекас, они получают спутниковые фотографии терминалов и танкеров, по которым высчитывают по тени на фоне, насколько глубоко судно погрузилось в воду. Исходя из этого, наблюдатели определяют, сколько нефти находится на борту.